До 75-й годовины героичной обороны Могилёва в областных центрах изъявились тематично оформленные троллейбусы. Патриотичная акция памяти Мишандуем Ханарымся стартовала 27 мая. Ей организаторами стали Могилёвский филиал Белдер Страха, Могилёвский Гарвы Канкам и телерадиокомпания Могилёв под обязанностей у репортажей наших корреспондентов. Липень 1941 года Могилёв стал первым в истории Великой очинной войны, городом, якому протягли час удавалось стремливать танковые войски вермахта. За один день боёв на Буйницком поле было спалено и подбито 39 одинок немецкой боевой техники. Героичная оборона Могилёва протягивалась 23 дни. Про падзии того часу могилёвчанам нагадываются вот такие плакаты, которые размещены в городских троллейбусах. Мы будем видеть в троллейбусе набор снимков исторических, касающихся обороны Могилёва. Мы будем видеть фотографии и фотопортреты ветеранов, и мы будем видеть те виды Могилёва, которые сегодня есть у нас в Могилёве, благодаря вот этим героическим усилиям наших предков. Архивными фотоздымками падзялилили специалисты Могилёвского областного краезнавжего музея имя Романова и фотокорреспондент Ирина Савосина. Наприклад, на плакатах можно побачить уникальные фотографии, которые разработал в 1941 году на полях боя фотокорреспондент газеты «Известия» Павел Трошкин. Это нужно помнить, благодаря кому мы сегодня смотрим, живём, реализуем свои какие-то дела, работаем, учимся, живём в красивой стране Беларуси. До акции «Памятаем, шануем, гоноримся» телерадиокомпания Могилёв подрыхтавала серию телевизийных и радиороликов. У них идя расповяд про удельников и некоторые факты героичной обороны Могилёва летом 1941 года. Тематичные ролики можно будет побачить у эфиры областного телеканала «Беларусь-4 Могилёв» и почуть на хвалях радио Могилёв. Акция протягнется два месяца. Катярина Балукова, Виталий Алексеенко, Александр Артемьев, Новинрегио.